Девушки отдыхают Дома на Перенсона снесли законно Эти объекты не являются объектами, подлежащими включению в перечень выявленных объектов культурного наследия На этом деятельность службы в связи с этими объектами прекращается Есть ли шанс у общественников сохранить хоть какую-то часть истории? Инспекторы ищут нелегальных лесорубов У меня сердце кровью вливается, не могу Не хочу, чтобы рубили елки Во сколько обходится новогодняя елочка порядочному покупателю и непорядочному продавцу? Рекордная ставка на добро зафиксирована в нашем благотворительном проекте Две тысячи, говорят! Две тысячи, Анна Аульченко поставила между прочим Анна, молодец, Анна! Такое блюдо оказалось самым полезным для подопечных фонда добродвадцать четыре точка ру Итак, Макдональдс в Красноярске открылся, потенциальных посетителей полдня морозили у закрытых дверей, дважды откладывая старт работы Сначала обещали открыть ресторан в час дня, но, несмотря на то, что посетители уже готовы были занять все столики, не открыли Сейчас в первом Красноярском Макдональдсе находится моя коллега Екатерина Деревянко Она небольшой поклонник фастфуда, но, тем не менее, Катя, расскажи, есть ли посетители и оправдал ли ресторан их ожидания? Добрый вечер, Ольга! Действительно, долгожданное открытие Макдональдса на улице Шахтеров сегодня все же состоялось Это произошло около шести часов вечера Вот как мы видим, сейчас здесь полный зал, больше пятидесяти человек Люди пришли сюда, большинство это молодежь, но есть также те, кто пришел сюда специально и с ребятишками Заказывают вот эти популярные их наборы Ну, что я хочу сказать, что изначально анонсировали, что этот ресторан на Шахтеров откроется в час дня Люди пришли к назначенному времени, но двери были закрыты Некоторые не дожидались, уходили домой Потом появилась информация, что откроется Макдональдс в три часа дня Наша съемочная группа была в этот момент тоже здесь на месте, но ресторан не открылся Люди стояли здесь десятки минут, но многие разворачивались, уходили домой, потому что за окном все же не лето И достаточно холодно ждать, это долгое время Ну вот открытие ресторана состоялось все-таки Сегодня, отмечу, что это техническое открытие Официально произойдет только через месяц Но сейчас попробуем узнать, как люди успели уже оценить кухню Здравствуйте! Ну скажите, специально сегодня сюда приехали? Да, ради этого и приехали Вы ждали этого открытия? Где-то уже пробовали продукцию этой сети? Только за границей, а сын вот еще ездил с бабушкой в Пензу Там уже было в это время открыто, наклонилось Ты упросил сегодня родителей сюда приехать? Да, я попросила родителей приехать сегодня Ну успели уже сделать заказ? Да, успели Вообще, как можете оценить всю обстановку, ожидание? Вот сегодня первый день Ну, хотелось бы, чтобы это как-то было более цивилизованно сделано Чтобы не такая очередь скапливалась Ну и чтобы мы как-то там... А вот вы сколько ждали свой заказ и ждете до сих пор? Мы до сих пор его ждем Сейчас вот он еще даже в табло готовящийся еще не отобразился Поэтому еще где-то на минут 30, я думаю, предстоит нам здесь ожидать Ну, желаем все дождаться вашего заказа Я хочу добавить, что заказывают люди продукцию не только здесь внутри помещения Но и снаружи здесь работает автокасса Вот парковка полностью заполнена машинами Также хочу добавить, что на следующей неделе, 29 декабря Еще один ресторан с сети Макдональдс откроется на Перенсона 4 И к универсиаде построят еще... В ресторане построят еще два Макдональдса А на этом у меня все Ольга Катя, спасибо Напомню, Екатерина Деревянко была в первом открывшемся в Красноярске Макдональдсе И увидела, какая там толпа народу Толпа желающих стать первыми посетителями ресторана вот этого быстрого питания Ну что же, продолжаем выпуск Мусорная реформа не ударит по карману многодетных родителей и пенсионеров Все, кто имеет право на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале Получат компенсацию за выросший тариф на вывоз мусора В Красноярском крае таких семей почти 90 тысяч Плата за вывоз мусора Это коммунальная услуга Поэтому попадает в общую сумму начисления квартплаты И автоматически на нее будет начислена субсидия Дополнительно оформлять никаких бумаг не придется Приходить в управление социальной защиты и приносить документы также не требуется Потому что у нас организован обмен с жилищными организациями О суммах начисления и квартплаты в разрезе всех получателей услуг Соответственно, в январе до 10 числа мы будем производить выплаты за декабрь Поскольку тарифы увеличатся с 1 января То до 10 февраля все получатели в год получат все свои выплаты с учетом увеличенных тарифов На этой неделе в городе заработали елочные базары А инспекторы лесоохраны усилили контроль в лесах и скверах В начале декабря сосны, ели и пихты пользуются особой популярностью у горожан Прямо в центре города могут спилить верхушку дерева, к примеру А в лесу заготавливают лапник и ведется массовая вырубка Екатерина Усатенко выясняла, за сколько можно купить новогоднее дерево на официальном рынке И во сколько может обойтись незаконно вырубленное Особое внимание специалисты отдела лесопользования уделяют так называемым зонам риска Где растут сосны, ели и пихты С начала декабря они ежедневно проходят по 15 километров и осматривают хвойные посадки Чтобы уберечь их от незаконной вырубки Обращают внимание на наличие свежих следов и спилов Но поймать преступников на месте преступления получается нечасто Выдаем памятки, разъясняем, что за нарушение правила лесного законодательства Правила лесопользования существует ответственность Она не только административная, но и уголовная тоже И что за каждую елочку можно помимо штрафа, который достаточно значительный И за одну вот такую вот, к примеру, вот такую маленькую елочку составить 35 тысяч рублей Лесные контролеры обследуют лес в районе плодово-ягодной станции Говорят, такие рейды в преддверии новогодних праздников становятся актуальными Их проводят ежедневно Сегодня в этом лесу никаких нарушителей закона обнаружить не удалось Это профилактические работы приносят плоды, считают специалисты В 2017-м за незаконную вырубку возбуждено 11 уголовных дел В 2018-м уже 7 Но сейчас прибегать к такому рискованному промыслу нет смысла Новогодние деревья без всякого риска Но за деньги можно приобрести на елочных базарах К тому же многие уже давно живой елочки предпочитают искусственную Только искусственную Мне жалко Я вот виду, у меня сердце кровью вливается Не могу Не хочу, чтобы рубили елки Лучше, что живую елочку Это запах Нового года Но у нас также искусственная елочка Она тоже хорошая Такая вся пышная сосна У нас в предвкушении Нового года Искусственная, долго не так красиво Но экологии Зато подарок делаем И себе хорошо Искусственную, конечно Так живые елки губить Сейчас елку можно купить по цене от 350 до 1500 рублей В зависимости от метража Новому году цены повысят ориентировочно на 300 рублей А пока и скидки делают Людмила Ивановна двухметровую красавицу купила всего за 600 рублей Мы каждый год с дочерью ставим в живую елку Мы вообще с севера, с Байкала И у нас все время или сосна стояла дома, или елка Мы привыкли Запах хороший в комнате, вообще приятно И какое-то, знаете, новогоднее настроение поднимается От искусственной мы не чувствуем ничего В этом году заготовили 8500 елей, пихт и сосен Их уже начали продавать на официальных точках Таких в нашем городе 57 Елочные базары будут работать до 31 декабря Екатерина Усатенко, Вячеслав Казаков, Афонтова Новости Старинные дома на Перенсона не являлись объектами культурного наследия Значит, за их снос никого не накажут Об этом рассказали в службе по государственной охране объектов культурного наследия края Накануне собственник земельного участка на пересечении Перенсона и Марковского Окончательно снес остатки двух старинных усадеб За их сохранность в течение года бились красноярские общественники Они уверяют, дома достойны реставрации Одно из зданий последнее из каменно-деревянных построек 19 века Летом общественники требовали внести постройки в список выявленных объектов культурного наследия Но служба госохраны объектов провела исследование и отказала общественникам Тем временем собственник частично разрушил дома, но был остановлен людьми Суд потребовал повторно изучить историческую значимость этих двух построек И 14 декабря служба по госохране памятников вновь отказалась вносить их в список объектов культурного наследия Данная комиссия подтвердила майское решение о том, что эти объекты не обладают признаками Для включения их в перечень выявленных объектов культурного наследия И 14 декабря был вновь издан приказ службы о том, что эти объекты не являются объектами Подлежащими включению в перечень выявленных объектов культурного наследия На этом деятельность службы в связи с этими объектами прекращается Потому что служба не выдает ни разрешительных документов на снос зданий Ни запретительных документов по тому, что делать с этими зданиями На универсиаду не хватает волонтеров, добровольцев еще для распространения билетов Работы со зрителями и работы в пищеблоке Также нужны люди, которые будут встречать спортсменов и гостей студенческих игр Заявки от желающих ждут до конца декабря Уличное табло с курсами валют теперь под запретом Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин Банки обязаны убрать подобные яркие вывески Отныне устанавливать их разрешается исключительно внутри помещений и на витринах банков Сам законопроект появился еще в феврале И по заверению авторов направлен против нелегальных пунктов обмена валюты Правда, россияне в социальных сетях высказывают мнение, что государство намеренно убирает табло с улицы Чтобы таким образом не раздражать людей слишком низким курсом рубля Запрет вступит в силу через месяц Что изменится для людей, если скрывать такую информацию, как курс валют? Об этом мы обязательно поговорим в ближайшее время с нашим финансовым аналитиком А сегодня говорим о дивидендах Слово коммерческому директору инвестиционной компании «Финам» Дмитрию Зотову Здравствуйте, студия Сегодня я расскажу о дивидендах компаний И как можно увеличить свое благосостояние с помощью дивидендов Для начала разберемся, что такое дивиденды По сути, это денежные средства, которые компания накопила за прошлый период За прошлый год И готова поделиться этими денежными средствами, этой прибылью Со своими акционерами, кто удерживает акции той или иной компании Один из ярких примеров хороших дивидендных компаний Является ГМК «Норильский никель», который находится в нашем крае И эта компания на протяжении последних 4 или даже 5 лет Стабильно выплачивает дивиденды, причем наращивая еще саму дивидендную доходность Приведу пример В свое время акции компании стоили 4-5 тысяч рублей Они колебались в этом диапазоне И при этом дивидендная доходность была не очень высокой Сами акции, сама компания выплачивала порядка 300 рублей на одну акцию Дивидендная доходность в таком случае была в районе 7-8% за период удержания бумаги То есть можно было держать ее год, можно было продержать полгода Тем самым доходность по удержанию этих денежных средств, она могла быть разной Например, она могла быть или 7% годовых, или достигать 14% годовых Но это было раньше Сейчас же компания наращивает дивиденды И за последние 5 лет они увеличились в несколько раз Например, не так давно, месяц назад «Норникель» выплатил 700 рублей за полгода А за год будет ориентировочная величина дивидендов в 1400 рублей Тем самым, только дивидендами компания уже отдала на вложенный капитал Который был ранее вложен, скажем, в 4000 рублей Порядка 30% Естественно, о такой доходности можно мечтать Но сразу отмечу, что это длительные инвестиции Это может занимать 3-4-5 лет для того, чтобы получать постоянный денежный поток Который еще и растет Если в банковских депозитах мы видим, наоборот, тенденцию к снижению процента То в дивидендах мы, наоборот, видим тенденцию к повышению процента Если компания надежная, хорошая, крупная Таких идей на сегодняшний день много Порядка пяти, я могу назвать сразу это Башнефть, МТС, Сургутнефтегаз, компания Ленэнерго, Ленинградской области и ГМК Норильский Никель Но чтобы сформировать очень хороший портфель потребуется как минимум 300 тысяч рублей И в таком случае дивидендная доходность на вложенный капитал может составить порядка 10-12% За ближайшие 7-8 месяцев Но при этом еще и сами компании будут расти в цене Поскольку инвесторы очень любят покупать подобные компании, держать в своих портфелях А самый активный сезон начинается с декабря, января И продолжается вплоть до июля следующего года Когда будут начисляться дивиденды Я рекомендую всем приобретать подобные компании, искать их Ну и в случае, если есть вопросы по созданию подобного портфеля Обращаться к брокеру, который вам поможет На этом у меня все, спасибо, до свидания Почему же уволился тренерский штаб хоккейного Енисея? Об этом после рекламы Вы смотрите новости Афонтова, продолжаем выпуск Очередной рекорд побил наш благотворительный аукцион «Ставка на добро» сегодня утром В утреннем кофе с Афонтова Красноярка победила на аукционе со ставкой 2200 рублей Эти деньги она отправила на счет фонда добро24.ру Сегодня мы готовили всеми любимые роллы Японская кухня вызвала интерес у телезрителей И торги в нашей группе ВКонтакте проходили очень оживленно Можете убедиться в этом сами Ну вот смотрите, по мере развития процесса растут и ставки в нашей группе Ульяна Болотских ставят 600 рублей И мне кажется, это хорошая тенденция на повышение Давайте играть дальше Сегодня лотом нашего аукциона стали всем известные и всеми любимые роллы Телезрители сами попросили, чтобы мы обратили свое внимание в сторону японской кухни Мы свое обещание выполнили Сушист приготовил 4 порции И как только на экране появились вот эти красавцы Ставки поползли вверх Две тысячи, говорят Две тысячи, Анна Аульченко поставила Молодец, Анна Кстати, дорогие друзья, наш рекорд 200 Да, давайте подъем рекорд Останавливаться на этом девушка не захотела И впервые в истории нашего проекта Перебила собственную ставку И тем самым установила новый рекорд для благотворительного аукциона Ставка на добро 2200 рублей Сейчас пауза, быстро посмотрели Обновили страницу 2200 Та-та-та-та-та 2200 203 Продано Анна Аульченко побеждает у нас Отправляемся в путь Вместе с этим замечательным пакетом Набитым вкуснятины Я не победитель, я его представитель, наверное Да Участвовала мама И пожелала красноярцам В наступающем новом году Быть немного Подобрее И Ну, как сказать Не быть такими Жадными Вот как она сказала Чтобы все участвовали В таких мероприятиях С утра пораньше Девушки У вас стоят двое Да? Двое дяди Привезли мамин приз Кушает он завтрак Мамин малыш Скажи Помахай ручкой Ты ждал нас? Ждал, скажи Я, наверное, видел Уже больше 10 тысяч рублей Собрал наш проект За время своего существования И останавливаться мы на этом Конечно же не будем Наша цель Как можно больше Собрать денег На помощь Больным детям Так что прямо сейчас Заходите на сайт Добро24.ру Вносите свои пожертвования И участвуйте, конечно же В нашем благотворительном аукционе Ставка на добро Стала известна причина ухода Главного тренера Хоккейного Енисея Ивана Максимова Наставник не захотел Идти на перемены В тренерском штабе Все подробности В спортобзоре Антона Соркина Хоккейный Енисей Дал официальный комментарий По поводу ухода Тренерского штаба команд Накануне стало известно Что Иван Максимов И Евгений Хвалько Написали заявление На увольнение По собственному желанию Директор клуба Юрий Елизарев Пояснил ситуацию так Из-за не самого Удачного старта сезона Руководство решило Усилить тренерский штаб Сделав рокировку Евгений Хвалько Возглавил бы Енисей-2 А Виталий Ануфренко Становится помощником Максимова Последнего подобные перемены По всей видимости Не устроили Хвалько Также решил не оставаться в клубе Никто не ожидал Что Иван Иванович Вот так вот Такое решение примет Ну что делать Тренерская жизнь Она вот такова И все понимают Надо идти дальше Работать На место главного тренера Рассматривались Несколько кандидатур В том числе и Андрей Пашкин Но у бывшего наставника Енисея Сейчас действующий контракт Со шведским клубом Руководить командой Возложено на Виталия Ануфренко Его помощником назначен Бывший игрок клуба Алексей Щеглов Я также был удивлен Вот вчера Тоже мне когда сообщили То, что произошло Ушли ребята Конечно, было для меня неожиданно Неожиданно Ну То, что пока мне сказали Исполнять обязанности То, что мы делаем На данный момент Под руководством Нового тренерского штаба Енисей накануне Разгромил Нижегородский старт Забив в ворота гостей 11 безответных мячей На объекте универсиады Академия биатлона Завершили строительные работы Стадион проходил Этап реконструкции После проведения Чемпионата мира По лыжному ориентированию Сейчас спорткомплекс Веден в эксплуатацию Ведется подготовка лыжни Увеличилась вместимость Трибун До полутора тысяч мест Изменилось и стрельбище Где взамен старым Механическим Появились современные Автоматизированные установки Благодаря всем изменениям Теперь в Красноярске Можно будет проводить Любые международные соревнования По биатлону Кроме чемпионата И Кубка мира Объект готовится К проведению Как тестовых соревнований Так и к проведению Самого универсиада Все идет В рамках Спланированного плана Сейчас идет система Подготовка Подготовка и оснежнение трасс Подготовка Стадиона Сам комплекс у нас На высочайшем уровне Таких комплексов По стране Их единицы Полностью подготовить трассы Планируют к концу декабря В январе объект Примет тестовые соревнования Кубок и чемпионат России По биатлону Антон Соркин Андрей Ткачук Афонтова Спорт И это все новости на сегодня Звоните нам 285-14-14 Делитесь своими новостями Фотографии и видеозаписи Присылайте в любом популярном мессенджере На номер 8 953-585-14-14 Подписывайтесь на страницы Афонтова В социальных сетях Следите за нашим сайтом За новостями Афонтова.ру В студии для вас работала Ольга Дубровская Хорошего вам вечера И берегите друг друга Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры